В 2014 году, когда Крым присоединился к России, учащиеся колледжи сервисных технологий дизайна, одними из первых отправились на полуостров, чтобы помочь крымчанам. Они оказывали парикмахерские услуги женщинам и детям, подстригали газоны, берили бордюры, убирали пляжи и помогали отдыхать на них людям с ограниченными возможностями здоровья. Среди них была и учащаяся колледжа Юлия Данилова. Конечно, ездила, мы помогали людям с ограниченной возможностью, также отдыхали, набирались опыта, как вообще помогать людям. Радостно, потому что мы помогали людям и все очень нас ждали, все были нам благодарны. Тема «Крымской весны» проходит через наше сердце. Мы очень любим Крым, у нас очень много друзей, знакомых, подшефных. Мы уже последние шесть лет даже подслушанно в Саксском районе пишут, а наши приедут, наши – это значит волонтеры из Самары. Любя нас там называют цыплята, потому что наша форма желтая, яркая, солнечная. В честь девятилетия со дня присоединения Крыма к России в стенах учебного заведения прошел концерт. В исполнении Самарского духового муниципального оркестра прозвучали песни, с чего начинается родина, севастопольский вайс, который называют неофициальным гимном Крыма «Синяя вечность». Наш оркестр для сегодняшнего концерта, для сегодняшнего мероприятия, посвященный Крымской весне, присоединению полуострова и города Севастополя к России, подготовил программу тематическую, где прозвучат и севастопольский вальс знаменитый, и песня Вано Мурадели «Легендарный Севастополь». И вообще вся программа так или иначе будет связана с Крымом, с природой Крыма, с кинофильмами, которые снимались в Крыму. Программа подготовлена очень серьезно. Впервые в исполнении оркестра прозвучала песня «Вечер на рейде». В новой аранжировке ее исполнил студент Академии культуры Александр Слесарев. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События.